Привет, друзья! Сегодня пятница, и сегодня я делаю для вас обзор, который вы все очень давно ждали. Это то, что я анонсировала еще в своих влогах, и потом несколько раз уже в туториалах и так далее. В общем, это тушь Maybelline The Colossal Go Extreme Volume. Это тушь, которую я получила на тест-драйв от подружки и Maybelline. Мне при этом выдали вот такое пособие, в котором написано. Теперь ты сможешь поделиться отзывом с миллионами пользователей социальных сетей, и почувствовать себя в роли настоящего бьюти-эксперта. Наконец-то. Итак, оставь свои комментарии по каждому свойству туши и поставь оценку в пятибалльной шкале. Так, кисточка, удобство нанесения, получение обещанного эффекта, в скобочках удлинение, объем, подкручивание, разделение, стойкость, влияние на следствие глаз, в скобочках аллергичность, яркость цвета, запах, внешний вид упаковки. Я не перворазделаю обзор на тушь, поэтому у меня есть некоторые представления о том, как это делать. Итак, начнем. Во-первых, туши Maybelline в этих вот желтых упаковках, они выпускают их довольно давно. Мне кажется, они изначально назывались Colossal, просто Colossal. И потом у них были много разных вариаций. То есть она была розовая, была синяя, была черная, была леопардовая, была еще какая-то... Я пробовала все туши в желтых упаковках, во всех их разных модификациях, просто потому что первое Colossal мне понравилось очень. Я была ей очень впечатлена, и все последующие мне также приходились по душе. То есть, думая про эту тушь, я сразу поняла, что, скорее всего, это хороший продукт. У Maybelline в принципе довольно хорошие туши, но вот эти вот желтые, это, ну, беспроигрышный вариант. У них бывают разные кисточки. У этой кисточка как у изначальной Colossal. То есть вот такая вот обычная типичная кисточка. Сейчас очень модные всякие вот эти вот кривые кисточки, загнутые, там, спиральные. Это большой тренд. Здесь он выражен в том, что вот сама, не знаю, как сказать, палочка кисточки, она вот такая вот. Как бы они, Maybelline, воплотили свой дизайнерский потенциал вот в этой палочке. Соответственно, никак не повлияв на саму кисточку. Спасибо им за это, просто потому что мне кажется, что чем проще кисточка, тем проще вы ее наносите. То есть чем больше всяких изгибов, из воротов, тем больше шансов, что вы измажете себе веки. То есть тут кисточка очень удобная. Сейчас я нанесу на глаза эту тушу. Вы посмотрите, как она в нанесении, но в целом очень удобно. У меня глаза глубоко посажены и... И да, очень глубоко посажены. То есть для меня это бывает проблема, нанести, не измазав веки вокруг. С этой тушью у меня этого нет. Вы сейчас тоже видите, как я ее наношу. То есть без особых проблем. То есть кисточкой я очень довольна. Упаковкой, я не знаю, как оценить внешний вид упаковки, но она симпатичная. Но тем более мне нравятся все яркие вещи. Это желтая, поэтому она мне нравится. И розовые надписи, вы знаете, мой любимый цвет. Так что, да. Она очень удобная в руке. То есть она достаточно широкая, чтобы ее было удобно держать, выкручивать. В общем, все как бы прям само лежит в руке. И моя кошка рвется с вами побеседовать. Кошка, пожалуйста, не в камеру. Нет? Нет? Окей, принесло. Дальше. Так, запах. Просто я иди куда шла. Ничего особенного. Мне кажется, он немножко менее слабый, чем запах обычного туши. Но в целом, как бы он не раздражающий, не какой-то особенный, самый обычный табах. Так что... Теперь, собственно, к использованию. Что, как мне кажется, самая важная часть любого обзора. Я продемонстрирую вам, как я нанесла эту тушь. И вернусь к вам. Сейчас я приближу, и внимание на экран. Итак, нанесем тушь. Сначала на нижние реснички, потом на верхние. Да, кстати, вот как выглядят мои ресницы без туши. Нижние, я не знаю, вообще видите. Верхние. Вот они, коротышки. У меня очень короткие прямые реснички, так что... Если тушь работает на мне, значит, она работает на всем, что только можно. Итак, нижние реснички. Итак, тушь в один стол. Смотрите. Она, с одной стороны, хорошо их прокрасила. Они не склеены. Они все разделены. И вы их, наконец, видите. То есть они довольно... Ну, в моем представлении, это довольно длинные ресницы для нижних. Вы этого не видите. Но просто моя кошка пытается сейчас залезть около камеры. Я очень надеюсь, что она не влезет в кадр. Сейчас я нанесу тушь во второй слой. Ну, вот, поехали. Я прошу прощения. Итак, кошка самоустранилась. Второй слой. Итак, мне кажется, этого вполне достаточно. В принципе, мне кажется, второй слой был не очень обязательный. Просто потому, что и первый очень хорошо их прокрасил. Но вот как они выглядят в два слоя. Как вы видите, они не склеены. Они все хорошо разделены, прокрашены. Они очень черные. Мне кажется, они неплохо удлиненные. То есть вы на самом деле их видите. И вот как... Вот как они выглядят. Теперь нанесем на верхние реснички. Кстати, насчет консистенции туши. Она настолько не жидкая, что она не отпечатывается у меня на нижних ресницах. То есть обычно, когда я наношу тушь, я наношу ее на нижние ресницы. И потом я примерно 2 минуты сижу вот так. Просто чтобы нижние ресницы не соприкасались с моим веком. У меня глубоко... У меня глубоко посаженные глаза. И поэтому, если я, например, даже смотрю просто перед собой, мои нижние ресницы соприкасаются с нижним веком. И они моментально отпечатываются здесь. Вы видите, этого не происходит. То есть это очень редкая тушь для меня, чтобы она так не отпечатывалась. Итак, верхние ресницы. Сначала мы их немножко подкрутим. Не то чтобы это сильно помогало, но... Тем не менее. Сделаем для них максимум. Теперь вы их видите? Вот они, вот они мои реснички. Итак, тушь. Первый слой. Первый слой. Вот так вот. Вот так вот. Видите разницу? Теперь накрасим другой глаз. Так, готово. Видите, что теперь ресницы, вы на самом деле видите, они неплохо подкручены. Я не знаю, насколько вы это видите, но тушь хорошо их подкручивает и не склеивая разделяет и удлиняет. Теперь внесем второй слой. Вот так вот. Вот так вот. Итак, два слоя. Смотрите, какая разница по сравнению с тем, что у нас было изначально. Ресницы на самом деле появились. Они довольно длинные, подкрученные и разделенные. Так, наверное, лучше всего видно. Они не склеены. В общем, они есть. Сейчас нанесем в третий слой. Я обычно наношу тушь слоя в четыре, просто потому что... Ну, вы видели мои ресницы. Точнее, нет, вы их не видели. И поэтому вы понимаете, что для того, чтобы добиться хоть какого-то результата, мне требуется немалое усилие. Итак, вот он, наш третий слой. Смотрите, какие они длинные, не склеенные, разделенные, черные, подкрученные. В общем, по сравнению с тем, что было, мне кажется, это земля и небо. Так что в плане результата я просто в полном восторге от этой туши. Теперь снова к обзору. Итак, вы видели, как эта тушь наносится. Мне кажется, это довольно впечатляюще. То есть, учитывая то, что у меня очень короткие, очень маленькие, очень светлые, очень прямые реснички, это результат, которым я очень довольна. В целом, это результат, который, мне кажется, был у меня с изначальной тушью Colossal. Ну, по крайней мере, он очень близок к нему, если даже не лучше. То есть, я полностью этим довольна. Вы знаете, если вы смотрели раньше мои обзоры на туши, что тушь, которая плохая, которая плохо прокрашивает, она в принципе не видна у меня на глазах. Так что, если вы видите результат, если вы в принципе видите мои ресницы, значит тушь работает. В этом плане вы можете не сомневаться, эта тушь прекрасно работает. Я ее тестирую уже третью неделю. У меня, конечно, был соблазн снять на нее ревью еще на прошлой неделе, но я подумала, я потестирую ее подольше. Плюс у меня намечалась работа, в которой я хотела ее также протестировать. Теперь к моим особенностям другим кожи. У меня очень жирная кожа, и с глубоко пассажирными глазами. Это приводит к тому, что примерно половина туши у меня отпечатывается на нижнем веке и на верхнем. Я вам уже говорила о том, что большинство туши у меня в принципе отпечатывается на нижнем веке. Если я сразу же смотрю, например, вниз или вперед, здесь этого не происходит. То есть я уже была приятно удивлена. То есть по стойкости эта редкая тушь, которая держится у меня весь день, она не осыпается, не отпечатывается ни на нижнем веке, ни на верхнем. Что большой плюс. Я ее носила в течение примерно 12 часов. Как-то раз она у меня пережила пробежку. То есть она на самом деле очень стойкая. Я несколько дней назад работала с командой КВН, и я использовала ее на барышнях. И она продержалась все выступления, то есть свет софитов, пот волнения. Все продержалось отлично, не отпечатывалось ничего. Так что она прошла некоторый такой approval от людей, выступающих на сцене. И от моей жирной кожи. Но несмотря на ее стойкость, она довольно хорошо стирается простым средством для снятия макияжа. У меня очень простое средство. Красные линии или что-то такое. Иногда там просто салфетки для снятия макияжа. В общем, проблем с удалением этой туши абсолютно никаких не было. С точки зрения аллергии у меня иногда, но бывают аллергические реакции на какие-то средства макияжа глаз. Иногда у меня начинает щипать, иногда у меня слезятся, иногда у меня начинается конъюнктивит. С этой тушью ничего такого не было. То есть я ее тестировала три недели. Я думаю, я могу с уверенностью сказать, что никаких последствий для глаз у меня не было. Ни какой-то особой слезливости, ни опухания глаз, потому что бывает по-разному. Глаза не щипят. В общем, абсолютно никаких таких неприятных побочек с этой тушью не было. Она устойчива и, в отличие от многих тушей, она сохраняет вот этот вот изгиб в течение всего дня. То есть она не распрямляется. Многие туши у меня в течение дня просто как будто пропадают. Они остаются, но вот так чуть-чуть. Изначального эффекта уже нет. Тут этого не происходит. Плюс, если, например, в течение дня вам нужно ресницы подкрасить, очень многие туши тут же начинают склеивать и осыпаться. С этой этого не происходит. То есть вы можете спокойно подкрашивать в течение дня, сколько угодно. Можете весь день подкрашивать. То есть они будут все, ну, конечно, не будут жирнее, но при этом они не склеиваются. То есть если вы весь день сидели в офисе, работали, а вечером вам нужно свидание, вам хочется обновить макияж, и вы снова нанесли тушь, будет эффект. Это большая редкость, поэтому эта тушь меня очень в этом плане приятно удивила. Так, то есть это мы отнесем к получению вечного эффекта. Удлинение, объем, подкручивание, разделение. Вы видели, как я ее наносила, было абсолютно это все. Объем, подкручивание, разделение, удлинение. Как бы все по списку отлично. И в течение дня это тоже держится, так что отличная работа. Дальше яркость цвета. Она черная, она, собственно, черная. Вы видите, она вполне насыщенно черная. Вы знаете, что бывают туши, у которых одинок, например, там, black, а есть какой-то extra black, blackest black, вот, который очень черный. Мне кажется, она вполне себе черная. Я просто не знаю, как это еще назвать. То есть она не коричневатая, ничего, просто нормальный черный цвет. Так что эта черная туша, она делает ресницы черными, что вы еще от нее хотите. И это, наверное, все, что я про нее хочу сказать. То есть я была ей очень довольна, очень. В целом, конечно, когда компания высылает какой-то продукт на ревью, понятно, что плохой они не будут посылать, потому что это оценки, которые пойдут потом в соцсети, в моем случае еще и на YouTube, так что многие об этом узнают. И понятно, что на ревью посылаются одни из лучших продуктов. И в данном случае это полная правда. Это очень хороший продукт. У меня нет к нему абсолютно никаких нареканий. То есть все в нем прекрасно. Абсолютно. Я была очень впечатлена. Все эти три недели, что я его тестировала, никогда ничего плохого со мной не происходило. Тушь держится, тушь разделяет, удлиняет, придает объем. С моими ресницами это вообще... Отлично. То есть я пользовалась им на клиентах. Тоже все были абсолютно довольны. И, ну, как бы жалобно то, что, не знаю, глаза чесались. Тоже я ни от кого не слышала. Поэтому я делаю вывод, что, видимо, не только на мне, но и на других девушках тоже она не вызывает аллергической реакции. Так что, да, очень удачная тушь. Мебель, прекрасная работа. Спасибо за то, что предоставили ее на ревью. И я бы также хотела вам сказать, это не спонсорское видео, то есть никто мне не платил. И если бы она мне не понравилась, я бы не стала ее расхваливать. Понятно, что когда вы получаете бесплатный продукт, это несколько слоняй от вас в сторону компании. Тем не менее, если бы это был плохой продукт, я бы не стала его хвалить. Просто потому что... Вы знаете, что я довольно долго работала над привлечением аудитории на свой канал. И мне очень важно, чтобы вы верили моим обзорам. То есть если я буду вам врать, то вы перестанете мне верить. Какой мне смысл как бы вас обманывать, если это в итоге привлечет к тому, что вы перестанете смотреть мои ревью. Так что поверьте мне, это абсолютная правда. Вы можете проверить ее, не знаю, для себя и увидеться в том, что она отлично работает. И опять же, если она хорошо держалась на моих глубоко посаженных глазах и моей жирной коже, то это уже некоторый approval того, что тушь на самом деле неплохая. Так что надеюсь, этот обзор был для вас полезный. Maybelline 5 баллов, отличная работа. Вы молодцы постарались. Я очень это ценю. Вам советую всем эту тушь попробовать, потому что... Потому что это просто отличная тушь. И как любая тушь Maybelline, она довольно бюджетная. Так что вы за довольно скромные деньги получаете очень-очень хорошую вещь. Так что спасибо вам за просмотр. Для тех, кому интересно, у меня на губах сегодня был блеск для губ. H&M. New Rose или Rose Nude, что это такое? Вот это он. Спасибо вам за просмотр. Надеюсь, вам было интересно. И если вы хотите, чтобы я сделала обзор на какое-то там средство, которое вам было бы интересно, пишите это в комментариях, пишите мне в соцсети. И спасибо за просмотр. Люблю вас, мои дорогие. Муа!